Около 10 тысяч жителей Красноярского края ушли на специальную военную операцию. Эту цифру озвучили впервые. Уполномоченный по правам человека в нашем регионе Марк Денисов на сессии ЗАГСОБРАНИЯ заявил, что потери уже превышают весь афганский период. В этой теме сегодня разбирался наш корреспондент Елисей Савлюк. Елисей, известно ли число погибших и раненых земляков? Лилия, таких цифр нет, как и нет точной цифры, сколько человек ушло на спецоперацию. Пока все только примерно. По итогам только первого года СВО на фронт по разным каналам ушло до 10 тысяч красноярцев. Потери санитарные и безвозвратные уже превышают весь афганский период. Это только начало. Что такое санитарные и безвозвратные потери? В число безвозвратных входят убитые, без вести пропавшие и попавшие в плен. А санитарные потери – это раненые в боях и больные, получающие медицинскую помощь. При этом Денисов заявил, что проводить параллели спецоперации с войной в Афганистане и Чечне в корне неправильно. А для вернувшихся со СВО нужно создать все условия, чтобы те быстрее адаптировались к мирной жизни. За 10 лет афганской войны через боевые действия прошло 4,5 тысячи красноярцев. 181 из них погибли. Сотни получили ранения. Почти все вернулись с тяжелейшим посттравматическим синдромом, который потом аукнулся и ростом числа суицидов, алкоголизацией, осложнением криминогенной обстановки. Все это получило потом название «афганский синдром». Что мы сегодня сделали для того, чтобы завтра не наступило время украинского синдрома? Денисов считает, что для каждого вернувшегося со спецоперации нужно провести диспансеризацию, причем углубленную. И работать с бойцами должны не только врачи, а и соцработники, и специалисты службы занятости. А особое внимание нужно уделить работе с клиническими психологами. Но сейчас, заявляет Денисов, для этого недостаточно ни кадров, ни условий. Да, в госпитале ветеранов войн есть специализированное отделение. Несколько врачей-энтузиастов, 20 коек с одним туалетом в приспособленных помещениях. Елисей, а что касается обращений к уполномоченному по правам человека, есть цифры? Да, Лилия Марк Денисов рассказал, что получил около 200 обращений. В большинстве случаев к нему обращались не сами участники СВО, а их матери и жены. В основном обращения касались ошибок частичной мобилизации. 11 связанных с возвращением пленных, 7 из них удалось обменять. 15 красноярцев обращались, чтобы найти пропавших без вести родственников. Судьбу 6 установили, живыми из них нашли только двоих. Многие раненые просят помочь матерям и женам в быту. Елисей, а вообще ведется ли какой-то единый учет участвующих в спецоперации бойцов? Нет, Лилия, пока эта работа не налажена, но вводить этот учет необходимо, считает Денисов. Он предложил сформировать единый краевой реестр участников СВО из Красноярского края. И включить в него не только участников боевых действий, но и всех, кто находится в прифронтовой зоне. Это строители, врачи, спасатели и гражданские служащие. Помогать необходимо и родственникам погибших и пропавших без вести. Дело не должно ограничиваться выплатами. Давайте оставим этот монетарный подход в стороне. По квартирный, подворный обход всех семей, чьи близкие воюют. По каждой семье нужен социальный паспорт с указанием всех нужд и ответственных, кто в этом будет семье помогать. Также уже поступило предложение о введении новой должности уполномоченного по делам специальной военной операции. На этом у меня все, Лилия. Спасибо, Елисей. Это был мой коллега Елисей Савлюк. Он рассказал о докладе уполномоченного по правам человека на сессии ЗАГС-собрания. Отмечу, что проблемы, которые перечислил Марк Денисов, краевые власти уже озвучивали ранее и приступили к их решению. К примеру, система паспортов семей военнослужащих, о которых шла речь на сессии, уже существует. Красноярский край один из первых в России начал создавать такие документы. В них собирается вся информация об участниках СВО, их близких и о том, в чем они нуждаются. С января идет работа и по координации социальных и медицинских служб региона, чтобы реабилитация вернувшихся с СВО прошла успешно. Также добавлю, что по поручению президента в середине апреля в каждом субъекте страны заработают госфонды поддержки семей военнослужащих.